Это программа Говорит Губерния, наш телефон 456645. Вот сейчас вы можете позвонить и высказаться по поводу возможного запрета продажи алкоголя. Напоминаю, это не пустой вопрос, потому что именно сейчас решается, то ли в нашем крае запретят продажу, как и в некоторых других регионах, то ли оставят. Для начала мы спросим об этом психотерапевта. У нас в гостях Алексей Андреянов. Вот с точки зрения психотерапевта и нарколога, с большим опытом, вот запрет продажи алкоголя в такой сложной ситуации, это действительно помогло бы? Я не думаю, что это поможет, честно. Я понимаю, что алкоголь вреден, но я понимаю, что резкие действия в отношении алкоголя, история показывает, что всегда это приводило к странным результатам. У нас есть такая тенденция отрицательного усиления, когда нам что-то запрещают, мы начинаем это искать, организуем какие-то новые формы производства. Но я в целом говорю о населении, поэтому скорее я против запрет. Я хотел перейти непосредственно к тому, что сейчас происходит, я имею в виду вот эту выходную неделю, среди которой мы живем, возможно, возможно, обведение самоизоляции на территории Хабаровского края, возможно, уже с завтрашнего дня или там со следующей недели. Чем заняться? Что посоветуете? О, Господи, да столько дел прекрасных! Вот вы знаете, да, всегда вот так, да чем, о, Господи, да столько дел! А вот что конкретно, вот вы знаете, люди порой сталкиваются с тем, что они не могут для себя ответить на этот, ну, казалось бы, простой вопрос. Ну, вся моя специальность о том, что надо иногда останавливаться, замедляться, оглядываться по сторонам, посидеть, подумать, посмотреть, я не знаю, закончить какие-то начатые процессы, которые не закончил, да, подождать немножко в тишине, и всплывет еще 28 процессов, которые надо закончить. Господи, да фотографии переврать в компьютере! Ну, у меня такое впечатление, что большинство берет за сотовый телефон, начинают слать друг другу панические сообщения в WhatsApp, причем они прямо противоположны, половина вот того, что приходит нам на редакционный WhatsApp, это сообщение о том, что все уже давно больны, да, мы приговорены. Все уже умерли, не то, что больны. Все уже умерли, и примерно столько же приходит сообщение о том, что коронавирус – это выдумка, это фейк, его не существует. Ну, люди очень разные, и очень много пограничных людей, у которых психика организована сложно, у которых такие полярности, все или ничего, черное, белое, а страх, тревога или там злоба, агрессия – все эти люди, конечно, в этой ситуации, ситуация действительно пограничная, никогда такого не было, да, в этой ситуации, конечно, все это обостряется, и кто склонен к конспирологическим построениям, да, ко всяким параноидным реакциям, Господи, нас всех тут обманывают, подставляют, это организовывают. Те люди это начинают проявлять. Люди склонны к тревожным реакциям, дают тревожные реакции. Вот по практике я таких панических реакций-то особенно не видел. Знаете, что я видел точно? Вот уже есть. Люди наталкиваются на отличия среди друзей, среди родственников. Кто-то очень серьезно относится к изоляционным мерам, да, а кто-то реагирует на это. И на этой почве возникают конфликты. Я сегодня в начале программы рассказывал, как в магазине поссорился с покупательницей, которая не хотела соблюдать дистанции. Ну да. Ну на самом деле, говорят же, что, к примеру, в Китае, после того, как начали выходить из самоизоляции, что возросло количество разводов. Может, вот вы дадите какой-то совет, как людям не поругаться? Во время сидения дома не переругаться с близкими. Конечно, надо соблюдать дистанцию. Даже младенец не может все время находиться с матерью в контакте. Даже младенец регулирует дистанцию. Он то с ней играет, смотрит на нее, гулит, да, а потом отключается и занимается сам с собой. То есть хотя бы в разных комнатах посидеть? А уж взрослые-то люди, тем более. Если нас связать вместе, так у нас такое отвращение друг к другу возникнет, что потом ничем не вылечишь. То есть это, по сути, возможность расходиться по комнате? Конечно, испытание очень большое. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте, добрый вечер. Я бы хотела высказать свое мнение по поводу продажи алкоголя. Слушаем вас. Вот, я не хотела бы, чтобы вы запрещали продажу алкоголя, но не потому, что я любительница выпить, нет. Потому что люди будут искать выпивку на стороне, будут пить всякую гадость и начнутся смерти от отравлений просто-напросто. И как у нас уже было от различных контрабандной продукции и прочее-прочее. Спасибо, принято. Мы полностью очень разумное осуждение. А, кстати, вот у меня подозрение, что вот борцы за трезвой, собственно, под влиянием которых, они очень активны, хотя они столь многочисленные, собственно, и, возможно, даже примут у нас такое решение, это люди, которые в свое время пострадали как-то от алкоголя. Мне кажется, человек нормальный и... Ну, я думаю, что у нас очень мало семей, в которых никто не пострадал от алкоголя. Я думаю, так, давайте, в нашем обществе этого зла было очень много, и очень много травмированных людей. И, кстати, многие семейные конфликты разыгрываются в тех ситуациях, даже когда выраженного злоупотребления нет, а человек из своей родительской семьи перенес какую-то травму, он, помню, как-то делал там отец или дед, и на этой фоне возникают какие-то жуткие конфликты. Поэтому мы все травмированные, ну, большинство из нас. Ну, и в завершение еще раз вернемся к главному вопросу. Как не сойти с ума с самоизоляцией? Вы рассказали, чем ты занят? Да? Ну, вообще... Желательно не находиться долго в одном помещении вдвоем и втроем? Желательно все-таки понимать, что у нас у каждого есть свои границы, и желательно эти границы как-то оберегать. А мне кажется, это прекрасное время остаться с собой и паутизироваться, и это здорово. Вот, на мой взгляд, это здорово. Это может быть каким-то опытом сближения, на самом деле. Смотреть кино, читать книги лучше? Читать кино... Смотреть книги, да. Делать все вместе. Алексей Александрович, вот у меня последний вопрос. Я напоминаю зрителям, что вот мы с минуты на минуты ждем постановления губернатора о самоизоляции. И вот по предварительным данным, там будет введен жесткий карантин в отношении людей в возрасте 65+. Ну, все мы знаем, что это такой тоже непростой возраст, люди эмоционально очень подвижные. Вот если это случится, какой совет дадите родственникам, как себя вести, как вот уберечь от лишнего стресса людей, которые окажутся вот в максимально стрессовой ситуации? Ну, правда, мы уважаем людей старшего возраста и стараемся их беречь и как-то высказывать им сочувствие в той ситуации, в которой они оказались. И, правда, людей, которые переживают золотую старость, да, золотую осень жизни, которым очень хорошо, их, ну, правда, не так много. У нас это время утрат, и, правда, надо немножко помогать и чаще звонить, разговаривать. Но не приходить в гости. Да, может быть, и приходить в гости, но вот почему нет. Все зависит от того, что будет написано в постановлении, потому что там, может быть, сказано, что исключить контакты, личные контакты с близкими родственниками. Спасибо огромное. У нас здесь был Алексей Андреянов, психотерапевт. У нас голосование продолжается еще, вот пока, да, Нина, уверена? Ну, смотрите, первый вариант... Пропорция держится, в принципе. Но все равно первый вариант подтянулся и немного сокращает разрыв, потому что до этого он был значительно больше. Ну, подожди, если в разы, то такой же. Ну, конечно, Слав, ну подожди, еще примерно минут 13 эфира у нас есть, вдруг еще ситуация кардинальным образом поменяется. Поэтому кардинально. В общем, встретимся после рекламы. Ну, что вы меня.